мы с тобой хотели поговорить о желаниях но кажется нет ничего проще чего-то желать каждый день мы чего-то желаем но мы желаем так что мы такие ой бы я бы хотела но этого у меня никогда не будет или я этого не достоин или ты это желаешь потому что это желают другие и они тебе так навязчиво это транслирует что тебе кажется что ты тоже хочешь этот момент о навязанных ценностях то есть мы про рекламу уже с тобой говорили про иллюзию того что тебе это нужно до сформированность потребностей вот я стала разбираться поняла что много чего я хотела такого чего я не хочу на самом деле то есть когда-то это было от покупка той же машины там я поняла что это такая тупость и бред что-то не моя идея абсолютно и я себя комфортно чувствую пассажиром и вообще это очень так быть леди это значит чтобы тебя возили они парятся за вот эти вот какие-то трудности мне кажется это очень мужской процесс на безусловно есть много женщин которые хорошо водят ничего не хочу сказать но это не про меня и я буду лучше на своем месте и как выяснилось например гораздо для меня важнее осознанно питаться когда ты осознанно питаешься то у тебя и соответственно здоровье а соответственно здоровый человек не будет толстым и для меня вот важнее как я выгляжу и что я ем потому что что я ем то я и есть из этого я состою это было например одним из моих искренних желаний но есть другая проблема очень сложно расширить свою реальность то есть вот комфортный уровень жизни который многим кажется очень хорошим и достойным но ты понимаешь что на этом можно остановиться можно не останавливаться и вот расширить понять что можно еще круче еще больше путешествовать еще дальше и вот сложно себя не то чтобы даже перевести а захотеть вот это с этим я столкнулась меня это тормозит на данный момент и я знаю что это нужно пережить этот момент растерянностью какой-то и все будет как правило я хочу такие вещи такие события которым я могу в короткие сроки прийти мне кажется это очень конструктивно захотеть то чего ты можешь добиться куда-то немножко так напряжешься но это ведь и хорсо детстве не помню не очень серьезно детская амнезия то ли так херово было то ли так скучно не помню помню только косылку вот в такой горох она меня бесила и когда была маленькой я вообще не понимала почему меня так ебанно одевают родители и у меня уже с детства было понимание как вообще я должна выглядеть у меня особенное отношение к вещам сохранилась и до сих пор и я понимала что в открытый конфликт с родителями вступать когда ты не можешь сказать выйдите нахер я куплю себе сама не вариант и я просто складывал в пакетик и на полочку подальше но они благополучно забывали сейчас до сих пор момент вещей для меня это очень важная тема и я ненавижу в себе качество такое что я сканирую просто там что где куплено я знаю где это куплено и или там что это какая-то там подделка или еще что-то причем я в какое-то личное отношение не вкладываю что от одет там не знаю недорого о а ты в брендах да похер мне просто важно как это все вместе выглядит вы просто как вот какая-то оценка а зачем мне это я до сих пор не понимаю и даже ну вот по психоанализу считается что вот эти оценочные характеристики это тоже навязывает нам общество будущее я знаю точно не хочу истинное отношение каких-то людей ко мне я это чувствую так и достаточно чувствительно к этому вопросу я считаю что ты должен знать ровно столько сколько тебе надо и именно столько ты знаешь что касается близких каких-то людей я всегда все в лицо говорю груз слушает и там не дави сейчас на меня как бы давай или там мне не нравится как ты со мной разговариваешь или там я хочу дистанцироваться мне нравится поведение сейчас я могу все проговорить но это итог большой-большой работа над собой если ты начнешь работать над собой давать пространство своему там партнеру понимать что он тебе ничем не обязан соответственно это ложится на всю жизнь что тебе ничем никто не обязан все что ты там себе надумал это твои там и проблемы мое принятие наверное случилось в последние несколько месяцев ну может быть полгода ты постоянно работаешь над собой и понимаешь что нужно быть собой что другие места заняты и что-то же есть в тебе такого что нравится другим людям я подумала что да это прикольно есть люди которым я очень нравлюсь которые говорят кати классная ты такая непосредственная в один момент ты можешь сказать слово жопа другой момент ты можешь как-то культурно общаться я подумала ну да это все я я буду такой все тоже меня подруга моя научила который директор она рассказывала что в детстве когда она шла по улице она снимала клипы это наверное ее история но мне это просто запомнилось что он насколько был интересным ребенок он шел и он представлял себя как в клипе что вот я иду меня снимают я там страдаю все это как будто на камеру по-моему это очень круто и очень часто теперь я прибегаю к этому способу ощущение себя как в кино это классно я я